8 сентября 1941 года настал один из самых трагических этапов Великой Отечественной войны. 872 дня длилось сражение за Ленинград. Людмила Иванова застала войну в детстве. Ко дню полного освобождения города от фашистской блокады, который отмечают 27 января, воспоминаниями о тех годах Людмила Семеновна поделилась с нашей съемочной группой. Мы должны были эвакуироваться, но по словам мамы, это мама потом рассказывала, что как бы папа сказал, зачем вы будете уезжать, ведь война будет наподобие финской, оставайтесь. И мы остались. Вот так случилось, что мы попали в блокаду. Людмила Семеновна родилась в 1935 году в Ленинграде. Блокада началась, когда ей было 6 лет. Выживали в те времена вместе с матерью и сестрой. Отца забрали на фронт. Он погиб в феврале 1944-го при снятии блокады. Я была очень таким домашним маминым ребенком. И очень сложно сказать, что это были какие-то мои вот такие, что я что-то понимала. Понимаете? Осознание пришло, конечно, попозже. Вот, когда уже почувствовала все ужасы, бомбежки. В общем, все было очень страшно. Однажды в 1944 году и их мама не вернулась с работы. Так остались они вдвоем с младшей сестрой. Потом был детский дом. Позже выяснилось, что мать заболела и попала в больницу, где сообщила о двух маленьких дочках. Это был хороший детский дом, как я сейчас вспоминаю. Он нас, в общем-то, и спас от смерти. И я потом у мамы спросила, почему она нас сразу не забрала из детского дома. Она говорит, пришла забирать. А директриса говорит, вы с ума сошли. Мы ваших детей три раза в день кормим. У вашей старшей девочки, это у меня, туберкулез. И мы ей даем рыбий жир. Людмила Иванова с мужем покинула Ленинград в 1959 году. Долгие годы ездили по военным гарнизонам. В 1995-м семья переехала в Люберцы. К 80-летию снятия блокады глава городского округа Владимир Волков вручил Людмиле Семёновне почётный знак жителям блокадного Ленинграда.